Бизнес зовут в оборонку. Сегодня премьер Медведев проведет совещание по партнерству власти и бизнеса. Речь о развитии ГЧП в стрелковой отрасли. Перспективы вовлечения предпринимателей в военное производство обсудим в прямом эфире у нас в гостях студия отеля Арарат Хаят Алексей Сорокин, гендиректор группы компаний промышленной технологии. Алексей Михайлович, доброе утро. Скажите, сейчас частных российских денег вообще много в оборонке? Ну, в общем-то, да. Довольно прилично. А сколько денег? Сколько денег, хотелось бы узнать, потому что много это все-таки не ответ. Можно аргументировать. Допустим, завод Дегтярева, это частная компания на сегодняшний день. Оборот у нее составляет годовой порядка 15 миллиардов рублей. Ну, это один из примеров. Ну, опять же, что такое 15 миллиардов рублей? Это много или мало на фоне остальных денег, допустим? Ну, для конкретной компании, то есть вообще для бизнеса это достаточно крупная компания. Почти полмиллиарда долларов годовой оборот. Это, в общем-то, ну, немаленькая производственная структура. А зачем бизнесу идти в оборонку? Многие предприятия в долгах, как в шелках. И сроки окупаемости, в принципе, выше средних. Как? Ну, оборонка это рынок. То есть на сегодняшний день озвучена программа вооружений. Составляет она вполне такую астрономическую сумму. И, в общем-то, это интересный способ зарабатывания денег, в том числе, и для частного бизнеса, не только для государственной компании. Не все оборонные компании находятся в долгах. Многие очень успешны и прибыльны. Поэтому это нормальный бизнес. А чем государство будет завлекать бизнес? Или его, собственно, и завлекать не требуется? Просто предложи, и он пойдет. Ну, на самом деле, не так. Требуется установление определенных правил игры. И плюс для частной компании очень важна система гарантий. То есть у нас, на самом деле, бюджетное законодательство не позволяет, что называется, играть в долгую. Ну, что правильно было сказано, что вложения-то всегда достаточно емкие, длительные. Отдача от них наступает не сразу. И нужно понимать, ради чего и зачем производятся такие инвестиции. Ну, это основная проблема. А вообще привлечение частных инвестиций в сектор, по сути дела, который связан с государственной безопасностью, это нормально? Есть ли какая-то такая же практика, например, в странах Европы, в странах с развитой экономикой? Ну, безусловно. Допустим, в США там порядка, наверное, до 70% оборонки. Это, прежде всего, частные компании. То же самое наблюдается, но, может быть, не в таких пропорциях. То есть это Великобритания, Франция, Германия. То есть в основном частные компании задают тон, особенно в некоторых сегментах, такие как стрелковое вооружение, производство боеприпасов. Это 100% частный бизнес. Полезная информация, Алексей Михайлович. Спасибо за ваши комментарии. С нами на прямой связи из студии в отеле «Рарат Хаят» был гендиректор ГК промышленной технологии Алексей Сорокин.